Продолжение следует... Чем ярче женская тень, тем сильнее и могущественнее ее король. Чем ярче женская тень, тем сильнее и могущественнее ее король. И даже казаться нам очень важными. Но лишь вторые приносят истинный смысл жизни, позволяют раскрыть свой потенциал и выполнить предназначенное. Они дарованы каждому. Но часто мы в слепоте проходим мимо своей судьбы, размениваясь на мелочи жизни. Но мирология способна рассказать о том, что действительно изменит вашу жизнь к лучшему. Ответы таятся в датах вашего рождения. Подробнее на нашем сайте alvasar.ru Мудростью и жертвенностью преданной жены выстлан путь процветания истинного короля. И чем ярче женская тень, тем сильнее и могущественнее ее король. Мудростью и жертвенностью преданной жены. Немеркнущей звездой свободы и мира. Ярким блеском духовной красоты и разума. Вдохновенной загадкой простоты и чувственности британскому певцу. Поэту, композитору, художнику, писателю. Одному из самых известных музыкантов 20 века, Джону Уинстону Леннону. Стала, едва ли уступающая ему по популярности, эпатажная и неординарная, авангардная и многогранная Йоко Оно. Она родилась 18 февраля 1933 года в состоятельной семье. Была одаренным ребенком, который в три года уже постигал азы музыкальной грамоты. Хотя позже занятия на фортепиано не приносили ей удовольствия. Будучи школьницей, она старалась от них увильнуть при любой представляющейся возможности или выдуманному поводу. Основное же образование Йоко получала в престижной токийской школе Гокусюин, где учились и дети императора Японии. Решив доказать абсолютное половое равенство в правах, способностях и способах реализации, она стала первой женщиной, перенятой на философскую программу университета Гокусюин, который, впрочем, ненадолго увлек экстравагантную девушку. Недоучившись, Йоко бросила именитый альма-матер, перебралась в Америку, увлеклась авангардизмом, устраивала перформансы, изучала поэзию и музыку в Нью-Йоркском колледже Сары Лоуренс. Вышла замуж за бедного композитора Тоси Итиянаги, который поддерживал творчество молодой жены. Однако брак просуществовал всего пару лет. У меня возникла идея создать группу, в которой нет участников, а только пластиковые контейнеры, как вот этот. Несмотря на всевозможные попытки Йоко завоевать внимание публики посредством спектаклей и выставок, американцы воспринимали ее исключительно как богачку с причудами. Депрессия и несколько попыток суицида из-за неудач в творчестве послужили ее возвращению на родину, где родители поместили девушку в психиатрическую больницу для реабилитации. В этот период произошло сближение неоднозначной художницы и ее поклонника по имени Энтони Кокс. Он помогал выбраться талантливой японке из кризиса, превратившись в скором времени в ее второго мужа. Через год после свадьбы у пары родилась дочь Киоко. Жизнь налаживалась, и через три года семья отправилась завоевывать Нью-Йорк. Йоко Оно снова поверила в свои силы, была полна идей и стремилась к счастью, в том сверхпонимании, что ведомо только одному человеку. Тому, кто способен стать больше, чем муж в общепринятом понимании. Тому, кто добавит в палитру жизни настолько яркие краски, что все имеющиеся ранее померкнут в одночасье. Тому, кому захочется при всей своей неординарности посвятить всю жизнь. Джон Леннон появился в мире японской авангардистки случайно, но остался в самом его центре навсегда. Видимо, так было предначертано свыше, чтобы получить раскрытие и развитие друг друга. Удивив не только близких людей, но и весь мир своим необычным, почти нереальным, но очень плодотворным и харизматичным союзом. Их знакомство состоялось на концептуальной выставке Йоко Оно «Интика» в Лондонской галерее. Когда мы встретились, она не знала, кто я. Да, Йоко? Не знала. Полезно быть гибким. Я гибкий. Но меня за это только ругают. Люди любят плевать в звезды. И распятие тому пример. Краткий небанальный диалог послужил отправной точкой для океанической силы романа с внезапно возникающими штормами и безмятежным штилем. Их не смущала ни разница в возрасте, Йоко была старше Джона на семь лет, ни семейное положение, они оба находились в браке, ни осуждение, сыплющееся со всех сторон, из-за непредсказуемого результата, которому может привести пересечение двух масштабных личностей. Йоко Оно первая распознала встречу с культовым музыкантом как знак судьбы. Ее одержимость Джоном проявлялась в каждом жесте. На следующее утро после знакомства женщина прислала ему книгу со своими рассуждениями о мироустройстве и смысле жизни. Затем последовали записки, звонки и внезапные встречи. Йоко ни на секунду не сомневалась в том, чьей половинкой должна стать, чтобы явить миру великое, единое целое. Сначала Леннон пытался оправдаться перед своей супругой, называя Йоко Оно фанаткой и сумасшедшей художницей. Но через два года отношения двух гениальных личностей вышли на другой уровень духовности. И продолжаться в изживших себя союзах больше не имело никакого смысла. Они оба ставят официальную точку в прежних браках и заключают свой, как окажется, нерушимый и вечный. Это произошло 20 марта 1969 года на Гибралтаре. Обменявшись кольцами и фамилиями, они едут в Амстердам, где проводят свой медовый месяц и нашумевшую пресс-конференцию в пижамах под лозунгом «Мир во всем мире», длившуюся несколько дней. К этому моменту их связь окрепла настолько, что они уже не представляли и дня друг без друга. Чего нельзя сказать о связи Джона Леннона со своими коллегами из группы «Битлз». Йоко Оно стала первым сторонним человеком, переступившим порог студии звукозаписи, где ливерпульская четверка готовила свой музыкальный материал. И не просто была слушателем легендарных композиций, но и позволяла себе критические высказывания, творческие рекомендации и смелые комментарии. Впрочем, в этот период каждый из участников квартета попробовал себя в сольной карьере, а Йоко Оно и Джон Леннон создали совместную музыкальную группу «Пластик Оно Бэнд». Годом позже, в 1970 году, легендарная четверка распалась. Репортеры называли Йоко черной ведьмой и дьяволом, вселившимся в культовый квартет. Однако художница и музыкант ни на кого не обращали внимания, четко двигаясь к общей цели быть услышанными и понятыми в творчестве, как одно целое. Каким человеком был Джон? Он был очень нежным. Его позиция в жизни была очень сильной, очень жесткой, но для этого были основания. А дома он всегда был очень нежным и заботливым. Скажите, легко было работать с Джоном Ленном? Да, легко. Мы вдохновляли друг друга. Но наше творчество оставалось независимым. Мы были совершенно независимыми художниками. Каждый из нас. К слову, именно прочтенная Джоном публикация Йоко Оно «Грейпфрут. Книга инструкций и рисунков» вдохновила его на создание композиции «Имэйджин». Да и в жизни эти люди мало чем стали отличаться друг от друга. Оба носили длинные волосы с пробором посередине, круглые очки и свободную одежду. Четыре года длилась их идиллия, пока любовница не ворвалась в жизнь эпатажной пары. Йоко, как истинная японка, с невероятной выдержкой, безо всяких сцен ревности, упреков и скандалов, ушла в сторону. Полтора года она позволяла Джону жить в Лос-Анджелесе так, как ему хотелось, в непрекращающемся веселье с алкоголем и женщинами, пока музыканту самому не наскучил праздный образ жизни. Но Йоко не спешила идти на сближение. Эта незаурядная женщина хотела предоставить своему мужчине чашу свободы, не просто наполненную доверху, а льющуюся через край. И только почувствовав пресыщение мужа вседозволенностью и собственные силы принять его вновь в свою жизнь, она позволила родиться новой главе романа, где есть он, она и их общий сын, Шон, который появился на свет в 1975 году. После рождения малыша Джон с удовольствием реализовал себя в качестве отца. А Йоко с упоением устраивала новые выставки. Субтитры создавал DimaTorzok К музыкальной деятельности счастливый семьянин приступил снова спустя пять лет в 1980 году, выпустив совместно с супругой пластинку Double Fantasy. И эта работа стала концептуально новым проектом, нежели выпущенные ранее альбомы. В нем были и мелодичная свежесть, и оригинальные аранжировки, и глубокие тексты. Этот музыкальный труд был уравновешенным, продуманным, гармоничным. Он ясно давал понять, что человек живет в полном принятии себя, в атмосфере счастья и сокрыленным присутствием любящей его музы. В этот период времени Йокко и Джон наслаждались друг другом, растворялись в совместном творчестве, раздавали длительные интервью, делились подробными планами на ближайшие 40 лет. Одно на двоих будущее закончилось вмиг 8 декабря 1980 года в 11 вечера. Джон Леннон был застрелен безумным фанатом Марком Дэвидом Чапменом, получившим автограф музыканта за два часа до выстрелов в своего кумира. Общественность негодовала, поклонники отказывались верить в случившееся, и только Йокко Ону, пережившая тяжелейшее потрясение и невыносимую боль внутри, и даже некоторую холодность. Он был моим мужем, моим мужчиной, другом, был партнером, и старым солдатом, который воевал со мной. Как человек масштабный и творческий, способный видеть больше и глубже, чем большинство обычных людей, она, видимо, знала, что, пересекая время и пространство, рано или поздно обязательно встретится со своим Джоном, возрождаясь в союзе, который закончился в одном мире, но который непременно будет продолжаться в мирах других. Оставшись же в действительности без своего гения, Йокко Ону ни дня не забывает главного мужчину собственной жизни, представляя на его незримый суд свое безудержное, парадоксальное и фантастическое творчество. А успехи женщины действительно впечатляющие. В 1980 году она выпустила свою самую успешную сольную музыкальную пластинку Star Peace. В 1984 альбом трибютов Every Man Has A Woman, состоящий из лучших своих песен в исполнении популярных музыкантов. В 1995 году совместно с сыном Шоном Ленноном записала музыкальную пластинку Rising. В 2011 году установила рекорд как самая возрастная исполнительница. Ее Move On Fest возглавил танцевальный хит-парад, когда Йокко было уже 78. Кроме этого, она успела сняться более чем в 30 фильмах, озвучила одну из мультипликационных ролей, сняла авангардные короткометражки, продолжала устраивать грандиозные, дерзкие и неподражаемые выставки, где представляла экспозиции, вовлекающие зрителей в простые действия, позволяющие почувствовать свою причастность к оригинальному творчеству большого художника. А еще Йоко Ону, обладательница двух Грэмми, как исполнитель и продюсер, основатель премии мира имени Джона Леннона, которую в свое время получила Леди Гага, и активный борец за вселенскую гармонию и справедливость. Это подтверждается не только интервью и творчеством, но и поступками. В 2014 году она передала права на использование всемирного гимна борцов за мир и Мэйджин ООН. Помимо всего, в 83-летнем возрасте Йоко Ону примерила еще одну профессиональную роль и по приглашению Энни Лейбовиц выступила в качестве модели, снявшись для легендарного календаря Пирелли в образе танцовщицы кабаре. Сегодня Йоко Оно является хранителем культурного наследия мужа, участником всех мероприятий, связанных с его жизнью и творчеством и впервые запускает свой собственный музыкальный канал Кода Коллекшн, где будут транслироваться редкие записи концертов и новые документальные фильмы. Но за что бы женщина не бралась за эти 40 лет без Джона, все отражает его присутствие в каждой работе ее необъятного творчества. И на обложке альбома, где Леннон растворился в прозрачном фоне для своих любимых жены и сына, и в каждой его композиции, на которую с подачи Йоко Оно делался фантастический кавер, и в каждой награде носящий имя легендарного музыканта, что вручалось выдающимся личностям. Йоко Оно стала женщиной-легендой, бескрайне преданной гению своего мужа. Женщиной-загадкой, не имеющей правильного ответа. Женщиной-парадоксом, искусно пересекающей бесконечные фантазии собственной сущности. До сих пор в каждом слове и деле. Экстравагантная и безмерно одухотворенная, терпеливая и немыслимо волевая, мистическая и потрясающе яркая. Это все она, Йоко Оно Леннон, живущая во имя искусства. Я думаю, что все мы работаем для мира. И когда мы говорим мир, то невольно вспоминаем антоним война. Мы говорим мир, а не война. Они говорят война, а мы мир. Я думаю, что в будущем этого уже не будет. В будущем, когда мы построим мир на земле, мы забудем слово мир, потому что это станет нормой жизни. И я думаю, что в новой эре слово единство заменит слова мир и война. Мудростью и жертвенностью преданной жены выстлан путь процветания истинного короля. И чем ярче женская тень, тем сильнее и могущественнее ее король. В человеческих судьбах есть знаки, которые указывают на жертвенность и самоотверженность. Это в полной мере видно на примере нашей героини. А при определенных расчетах, выполненных по авторским методикам ведущих мировых нумерологов Айрон и Джулипо, можно легко вычислить свою предрасположенность к жизни, во имя другого человека. Если вам интересно знать, почему вы зависите от определенных людей или обстоятельств и как этого избежать, сохранив свои энергосилы, записывайтесь на обучение в Международную Академию Нумерологии Альвасар. А мы будем и дальше рассказывать о тех женщинах, чье присутствие рядом сделало их мужчин великими в рамках проекта Тень Короля. Редактор субтитров Корректор А.